Один из самых информированных обозревателей, аналитик Александр Коваленко в нашем эфире. Александр, здравствуйте. Приветствуем вас. Доброго дня. Всегда с интересом читаю ваши обзоры. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на Бахмутском направлении? Наступление вагнеровцев захлебнулось, они становятся в оборону, Украина, соответственно, готовится к контратаке, правильно мы понимаем? Контратака – это, в принципе, достаточно уместно называть то, что может происходить в ближайшее время в районе Бахмута, то есть не контрнаступление, а именно контратакующее действие, поскольку у российских оккупантов теряется сама по себе интенсивность штурмовых действий, вообще возможности проведения штурмовых операций в Бахмуте. Почему? Потому что они переоценили свой ресурс, они его стали перераспределять по другим направлениям после того, как зашли на северную и южную локации в городе, и сейчас наблюдается очень интересная ситуация. Например, в южном секторе у российских оккупантов, где действует преимущественно подразделение 51-го, 137-го парашютно-десантного полка из состава 106-й парашютно-десантной дивизии, у них была поставлена задача обойти Ивановское, обойти лес к юго-западу от Ивановского, но они уперлись в канал, они там так и остались, и таким образом они южную группировку ЧВК «Вагнер», которая занимается сейчас в городской застройке ведением штурмовых действий, они ее оставили без достаточного ресурса, без поддержки, и таким образом на юге российские оккупанты пытаются как-то за пределы кладбища продолжать двигаться в многоэтажке, в многоэтажной застройке, но эти городские бои для них даются с большим трудом, с большими проблемами. Ресурс затрачивается, компенсации ресурса нет, и, собственно, они просаживаются именно в этих штурмовых действиях. К северу, в северном секторе, там, где они зависли, по сути, по улице Героев Труда, это промзона, буквально самый вход в северный сектор Бахмута, там начинает постепенно сбавляться, опять-таки, темп давления со стороны ЧВК «Вагнер», поскольку там именно их подразделения, в первую очередь, сконцентрированы. А все почему? Потому что, опять-таки, тот потенциал, который был, например, во второй линии, это потенциалы регулярных подразделений 57-й МСБР, он был направлен на север и северо-запад. Например, в направлении Манекивки, там, где находятся господствующие высоты, но до Манекивки они так и не дошли, они фактически были остановлены в районе Орехово-Васильевки. Даже не зайдя в сам этот населенный пункт, их с этих использующих высот и нивелировали их наступательные действия. При этом они лишили возможности резерва и подпитки ресурса сам ЧВК «Вагнер», для которого это очень важно для продвижения в центре города. И сейчас используется последний резерв, который остался на этом направлении, именно в этой локации, это подразделение 98-й парашютно-десантной дивизии. И если иссякнет этот резерв, то, по сути, российское командование окажется в, ну, мягко говоря, в таком очень интересном положении, когда они не смогут полноценно восстанавливать ресурс, компенсировать потери своих основных штурмовых групп. И «Бахмут», ну, он постепенно перетрансформируется в такой большой знак вопроса для российского командования. А будут ли у них вообще силы для того, чтобы, ну, каким-либо образом решить вопрос с захватом данного городка? «Бахмут» одно из направлений фронта, но тут аналитики Американского института изучения войны интересную штуку напомнили, в частности, заявление заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Алкоголич, извините, Анатолич Медведев, 24 марта, то есть буквально вчера, сказал следующее, что в Москве известно о подготовке контрнаступления сил обороны Украины, при этом он завел, что российский генштаб готовит ответные меры. Чем, чисто теоретически, может отвечать на контрнаступление украинских военных? Ну, вообще обсуждать заявление Медведева это дело такое достаточно неблагодарное, я бы сказал, поскольку сам по себе человек не совсем понимает, о чем он говорит. Он недавно, опять-таки, в своем большом таком интервью для российских пропагандистов с умом и расстановкой рассказывал о том, насколько классные российские танки и вообще танкостроение еще со времен советских заделов, при этом абсолютно, судя по всему, даже и близко не понимая основных принципов танкостроения как такового. Но это отдельная история. Медведев недавно даже, опять-таки, по поводу высказывался временно оккупированного полуострова Крым. Если начнется деоккупация Крыма, то будет применено ядерное оружие. Но, опять-таки, возникает вопрос, где оно будет применено, зачем, в каком количестве, какие цели будет преследовать это применение. Поскольку, например, если вооруженные силы Украины выходят к административной границе временно оккупированного полуострова Крым, то применение ядерного оружия не несет какой-либо целесообразности, хотя бы тактического ядерного оружия, хотя бы по той причине, что оно не изменит ситуации, коренным образом не изменит ситуации в зоне боевых действий абсолютно. Абсолютно. Вооруженные силы Украины используют тактику ведения боевых действий, которая не позволяет наносить масштабный ущерб подразделениям и войскам в целом. То есть, если будет применено тактическое ядерное оружие, ну, это, например, результат эффекта этого применения, это убийство 50-60 военнослужащих вооруженных сил Украины. Вот такой может быть эффект от именно применения. А как это изменить в зоне боевых действий расстановку сил? Ровным счетом никак. А на международной арене катастрофически для России. Последствия могут быть просто непредсказуемы. Вот, в принципе, и разница между тем, когда человек, который понимает что-то в военном деле, может комментировать каким-либо образом такие моменты, а совсем другое, когда это делает какой-то алкоголик. Например, как в свое время Борис Ельцин под его патронатом выводился в серийное производство танк Т-90, который был о модернизации, глубокой модернизации танка Т-72, и при этом стал фактически ухудшением ряда параметров Т-72. То есть танк, который модернизированный, он оказался хуже, чем базовая модификация по ряду показателей. Например, по количеству уязвимых зон. Но именно за счет патроната Ельцина, который в танкостроении ничего не понимал, этот танк стали выпускать в серию. И сейчас Медведев, кстати, говорит, что это самый лучший танк в мире. Ну, то есть это такая прямая эстафета от одного алкоголика к другому алкоголику. Александр, от танков к самолетам в России заявили, звучит интересно, о наращивании производства стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые используются для нанесения ударов по Украине. Что вы об этом знаете? Действительно ли на Казанском авиационном заводе по поручению Путина могут нарастить производство? Это вообще сколько самолетов? Звучит так, будто их ежедневно выпускают. А сколько их в год реально можно сделать? Ноль. Ноль. Такой вот ответ. Достаточно простой. Ту-160-й сейчас Казанский авиационный завод может производить только в формате до комплектации заделов, которые остались от Советского Союза. А в период Советского Союза этот завод имел достаточно серьезную нагрузку по производству. И после распада Советского Союза и деградации вообще военно-промышленного комплекса, уже Российской Федерации, тем не менее, на заводе остались заделы. То есть, грубо говоря, корпус, планер, сам планер самолета. Абсолютно голый, недоукомплектованный. То есть собранный планер. И вот те планеры, которые остались еще со времен СССР, сейчас, фактически 30 лет спустя, на Казе начинают дособирать. Этот процесс начался еще намного раньше. Он начался сразу после начала гибридного вторжения в Украину российских оккупантов. То есть, после 2014-го поступательно они пытались как-то наращивать, ну, возвращать к жизни вот эту сборку Ту-160-х, чтобы в пропагандистском контексте демонстрировать, что вот у них есть производство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, и как бы бойтесь США и тому подобное. Хотя самолет сам по себе уже давно себя изжил морально и технически. Но этот процесс у них начался, и они имеют возможность собрать полноценно где-то до трех самолетов, поскольку есть задел с планерами. Вопрос в другом. Какое оборудование там будет установлено? Ведь планер планером, а вот оборудование, цикл производства, которого в большинстве случаев сейчас отсутствует в российском военно-промышленном комплексе, его восстановить, оно займет тоже достаточно продолжительное время. И это все будет отсталая техника еще эпохи Советского Союза. Это будет старый самолет сам по себе, даже несмотря на то, что его могут назвать новым. То есть это не серийное производство. И тут очень интересный момент, а именно то, что для укомплектации новых самолетов Ту-160 может использоваться в режиме каникабализма, а другие Ту-160, которые сейчас выбьены из строя ВКС РФ. Ну и опять же в этом заявлении наращивание производства больше пиара, пропаганды и попыток сделать хорошее лицо, или как правильно говорится, при плохой игре. Да, ну или возможно даже признание того, что потери очень значительные в ВКС. Спасибо вам большое, Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, был в прямом эфире телеканала Freedom.